Еще недавно по пешеходному мостику над Платиной, соединяющему Голицыно с большими веземами, нельзя было нормально проехать на велосипеде или пройти. После зимы ему требовался ремонт. На неудовлетворительное состояние объекта два месяца назад пожаловались местные жители. К решению проблемы подключились общественники, депутаты и вице-президент областной торгово-промышленной палаты. Я приехал лично, посмотрел. Да, действительно. Но так как объект находится на балансе Министерства культуры Московской области, вот эти процедуры конкурсные и так далее заняли бы огромное количество времени, скорее всего вообще на следующий год. Поэтому я решил лично подключиться к решению этой задачи и качественно это отремонтировать. Для ремонта была выбрана высококачественная лиственница. Эта древесина должна долго прослужить во влажном климате. Работы провели сотрудники МБУ городское хозяйство Голицына. Теперь по мостику спокойно могут передвигаться и пешеходы, и велосипедисты. Эта дорожка, которая соединяет наши парки, это вот очень такая знаковая. Она проходит по плотине Бориса Годунова, которой уже 400 лет. И по этой дорожке мы проводим различные экскурсии совместно с музеем Пушкина. И мы были очень рады в этом году увидеть такое замечательное обновление, которое получилось. Сейчас идет процесс передачи этого объекта на баланс муниципалитета. Я думаю, что в следующем году этот процесс будет закончен. Просто это процесс не такой быстрый. Сейчас на балансе Министерства культуры необходимо будет передать сначала в округ, потом передать в Куми, принять на баланс, в казну. И затем, видимо, будет закреплен также за имбуга Голицына. Игорь Шиповалов пообщался с местными жителями, которые попросили содействия в обустройстве велодорожки, соединяющей Голицына и Веземы. Это именно тот тренд, в который я лично буду уделять огромное внимание. Огромное внимание, потому что мало того, что это правильно абсолютно, а кроме того, у меня есть огромный опыт строительства. Потому что я уже строю велодорожки уже более четырех лет. Наталья Гончарова, Виктория Максюта, телекомпания Одинцова.